В любом бизнесе, кроме похоронного агентства, можно увеличить частоту покупок. 10 лет в бизнесе ни хера нет. Это же ежу, понятно? И все, списки просто вашего клиента на ровном месте. Мы очень много денег с этого заработали. Какие-то гопников набежала такая пачка. Кто-то оружие достал. В общем, могла быть какая-то перестрелка. Ее спалили, а она взорвалась. A-R-A-H-K-A-A-M-I-A Привет, друзья! Сегодня все, как вы любите. Большое интервью с интересным человеком. Давид Браун. Чувак из Николаева, который, сидя в квартире, создал с партнерами компанию, которая оценена была в 100 миллионов долларов. Он ее продал и сейчас работает в качестве SEO. Давид большой эксперт в области продаж, поэтому сегодня будет очень много полезной информации для тех, кто хочет перезагрузить свое мышление продавца и предпринимателя. Но прежде чем мы начнем смотреть интервью, хочу поблагодарить вас за то, что вы рекомендуете компанию French тем, кто интересуется упаковкой франшиз. И мы хотели бы, чтобы эта ваша активность не оставалась безнаказанной. Мы будем платить 3% от стоимости договора в случае, если тот человек или та компания, кому вы нас порекомендовали, заключит с нами договор. А для наших будущих клиентов я хочу сказать, что эту комиссию мы будем выплачивать и свои прибыли, и на стоимости договора это не скажется. Поэтому рекомендуйте компанию French своим друзьям, знакомым, коллегам, которые хотят создать хорошую прибыльную франшизу с гарантией. Все подробности об этом, как правильно рекомендовать нас, находятся в описании этого выпуска. Переходите, смотрите, будем рады с вами сотрудничать. Ну и давайте смотреть уже выпуск. В пятнице недавно черная была. Что себе купил? Ничего, ты знаешь. Зашел на Amazon, полистал. Ну, думал, может, куплю ринг. Знаешь, есть ринг security девайсы. Ну, типа домофоны умные там и так далее. Ты по безопасности угораешь? Мы же... Я тебя предложил снять дома. Ты сказал, что я дом, семью, собак не снимаю. Я угораю, но слежу за этим. Ну, еще поговорим о, я надеюсь, военном проекте с этим связанном, да? То есть у тебя действительно в Фейсбуке нет ни одной фотографии, где ты с семьей, с детьми. То есть эта политика такая... Она после 2014 года появилась или она всегда была? Да, после 2014 года. Я не скажу, что я фрик, security freak какой-то, да, но просто это как common sense подсказывает. Какие вот, может быть, вещи, которые являются разумными, которые могут использовать другие, там, не знаю, предприниматели, вот чего ты не делаешь в плане безопасности? Какие есть у тебя ограничения или, наоборот, какие-то привычки, которые появились? Не езжу все время по одному маршруту. Серьезно? Да. Сейчас, после 2014 года, незарегистрированный пистолет стоит 200 долларов. Его купить можно чуть ли не через OLX. Соответственно, евробляхи стоят 300-400 долларов без всяких документов. То есть вот любой криминальный человек, который, там, не знаю, знает, что у тебя в кармане есть 1000 долларов, может с бюджетом в 500 долларов организовать на тебя просто обычный налет какой-нибудь. И никто даже искать не будет, потому что, в принципе, очень трудно будет как-то расследовать. То есть машина левая, оружие левое. То есть никаких зацепок даже не будет, понимаешь? Зная, что это, ну, как бы так происходит на сегодняшний день, то нужно какие-то минимальные меры принимать. А по поводу семьи, там, и прочего, то есть очень много случаев, когда люди сами хвастаются, там, в своем инстаграме своей семьей, а потом, ну, выгребают какие-то негативные последствия. Я считаю, что это нет смысла. Помимо маршрутов что-то еще? Не знаю, приложения на айфоне какие-нибудь там? Дома тревожная кнопка с государственной охраной, потому что они имеют право официально приезжать с оружием. А Паник Рум есть у тебя? Не, Паник Рум никакого нет. Ну, я же говорю, не настолько фрик. Хотя у меня у друга есть и Паник Рум, и Эскейп Рум, и 41 день хранения в Паник Руме этих... Вода, еда. Вода, еда, там, и так далее. Вот, у меня нет, никаких таких нет, но есть личное оружие еще. Охрану я принципиально... Я ездил с охраной какое-то время, потом, ну, у меня есть знакомых много из органов, которые рассказывают, что очень часто охранники являются источником слива. А навыки самообороны есть? Не, к сожалению, нет. Лошара полный. Ну, стреляю с огнестрела постоянно, с пистолета. И, ну, как бы, довольно хорошо умею. Если вкратце, то есть ты чувак, который, сидя в квартире в Николаеве, ну, там, с ребятами, с партнерами, создал компанию Tempoid Monster, которая, там, по разным оценкам, 100 миллионов долларов. Ты ее потом продал, сейчас являешься SEO-компанией. Давай в вехи компании... Ну, вехи были такие. Первая, вот эта квартирная эпоха, это мы, условно, то, что называется в книжках product market fit. Мы делали некие продукты, мы должны были увидеть, что рынок это готов принимать. И мы, условно, там, в первые два года, там, заработали, грубо, миллион. Потому что шаблоны в то время не существовали, как таковые. Мы, по сути, сформировали некую отрасль. Потому что сейчас это большая отрасль, там, больше тысячи игроков и так далее. В то время мы были, ну, первым игроком. То есть ребята из Николаева... Да. ...не самый крупный, не самый спокойный город Украины. Николаев, он чем-то похож, как в нашей Раши, на Челябинск. Суровый город. И там надо, кроме как пиздячить, нечем заняться. 14 часов в день. Потому что вот в Киеве, например, ты открываешь в Телеграме канал Афиша Киева. И у тебя 300-400 ивентов в день. Ты просто не знаешь, пойти сюда, пойти туда, пойти по-нетворкаться, пойти там на конференцию и так далее. И это же понятное дело, что это тебя расфокусирует. Когда у тебя есть фокус, и вначале очень важен фокус, то есть во всех книгах, там, в любых мемуарах, везде написано, что фокус это ключевой, ну, номер один. Потому что, в принципе, бизнес управляется энергией. Энергия, ну, как бы, она, ее не так уж и много. Она конечна, да? Она конечна, да. Деньги там, где энергия. Правильно? И вот в то время энергия была херачить для того, чтобы там заработать на первую квартиру, машину там какую-то, да. Трудоустроить людей. У нас вот социальная такая миссия. У нас компания домашнего типа. У нас из-за того, что людей в Николаеве, как бы, профессии айтишных не было вообще. Поэтому приходилось всех с нуля воспитывать. То есть, например, у нас каким-то образом сформировалась самая лучшая в мире школа флэша. То есть, вот тогда флэш был очень крутым. И вот тогда был самый золотой период Эмплейт Монстра. Больше всего денег мы заработали, когда флэш был популярен. Мы делали самые лучшие флэш-анимации в мире. И это, кстати, в одном микрорайоне. Это просто один парень. Когда-то работал на такая студия была. Сионекс называлась. Она делала очень дорогие сайты на флэше. И он там подрядчиком работал. Потом он купил черную BMW. Так сказать, предел мечтаний дворовых ребят. Эти ребята, которые просто курили траву во дворе, говорят, чем ты занимаешься? Он говорит, я флэшер. Он говорит, а кто такой флэшер? Начали за ним наблюдать, следить. Он им начал показывать, тучить. И в итоге там 10 топовых флэшеров мира сидело в одном микрорайоне спального города. Ну, в спальном микрорайоне города. То есть, это пацанчики такие? Пацанчики. Это реально пацанчики. А вы знаете, кто еще взял интервью у Давида Брауна? Мой хороший знакомый Саша Коуп с канала Большая Рыба. Поэтому, как только досмотрите это интервью, я уверен, оно вам понравится, переходите сразу на канал Большая Рыба. Ссылочки мы оставим в описании. Продолжайте смотреть интервью с Давидом Брауном. Или, например, со мной. Буквально на днях там вышло интервью, которое Саша взял у меня. Очень интересное. Одно из лучших, я считаю. Я там откровенно рассказал о нашем бизнесе, о франчайзинге, о Ютюбе, о том, как мы здесь зарабатываем или не зарабатываем, о наших гостях. В общем, там много очень, знаете, сведений, которые, может быть, я не хотел бы рассказывать, но Саша из меня их буквально вытащил. Да, кстати, подписывается на канал. Ссылочку мы оставим в описании. И если вы перейдете на мое интервью на канале Большая Рыба, посмотрите его, подпишитесь на канал, зададите вопрос, у вас будет возможность выиграть телефон Samsung S9. Это, мне кажется, неплохой бонус к вашей активности и к тому контенту, который вы получаете на канале Большая Рыба. Ну и, конечно же, у нас. Продолжим смотреть интервью. Как ты думаешь, что связывает этих людей? Ух тышка. Ну, они почти все лысые, но я надеюсь, я не буду лысым. Я все-таки волосатый. Видишь, там музыканты какие-то. Да, я тоже, кстати, на барабанах играю в группе. Есть вот даже темнокожий парень? Пока только... Нет, нет, нет. Никаких версий? Нет, нет. Короче, всех их зовут Давид Браун. Серьезно, да? Ты взял фамилию Браун, чтобы не палиться, что ты из Украины, из СНГ, да? Да, ну, в принципе, не так было. Значит, я говорил до этого, что я Дэвид Арахамия, у меня фамилия Эрик Хэмия. И люди, когда ты с кем-то разговариваешь, говорят, могу я записать? Can you spell it? И ты говоришь, да, конечно. И ты говоришь A-R-A-H-K-A-A-M-I-A. Я в какой-то момент, когда первый раз приехал в Америку, я помню еще, как сейчас запомнил это заведение, это франчайзинговое заведение Applebee называется. Сеть такая прикольных ресторанчиков. И там сидела большая компания. Один из них там был индус такой в чалме. Ну, такой традиционный индус. С точечкой вот здесь. Ну, как бы... И я говорю, hi, I'm David. Он говорит, hi, I'm Jim. Я ему говорю, ну, ты не похож на Джима там? Он говорит, не, моя настоящая, там, мое имя Брахмапудра какое-то, говорит, но для местных это не выговаривается. И я просто Джим. Говорят, что, так можно? Он говорит, ну, да, говорит, ну, как у Мадонны. Там есть, говорит, real name твой, и есть professional name. И тебе не надо даже менять паспорт и так далее. Ты просто говоришь, что мое профессиональное имя такое, и это достаточно. Я такой думаю, блин, классная идея. Прихожу домой. Ну, думаю, David вроде и так пойдет, как бы, да. И думаю, надо фамилию себе. И у меня была новая бритва Brown. Я думаю, вот буду Brown. Так я стал David Brown. У меня и американские права David Brown есть. А, то есть документы можно оформить в итоге? Да, ты приходишь, говоришь, вот когда я получал права, я говорю, я David Brown. Они проверяют, говорят, ну, он смотрит паспорт, я говорю, это my professional name. И они говорят, окей. Я какое-то время даже думал поменять по-настоящему. Уже все меня и так знают, David Brown. Думаю, пойду, сделаю себе паспорт David Brown. Но, когда узнал у юриста, сколько там всякой хрени менять, надо все там дипломы, документы на недвижимость и так далее, передумал это делать. То есть ты поначалу же не хотел, естественно, говорить что-то из Николаева и не хотел знать, чтобы в Николаеве знали. У нас всегда была компания американская, американские телефоны и так далее. В Николаеве были страшнейшие запреты каждому сотруднику вообще говорить, где он работает. Даже шутки ходили, когда кто-то там IT-компания говорит, приходит к тебе кандидат и написано там с 2002 по 2005 безработный, ну, типа. То это значит, он стемплает монстр. То есть все равно слухи были и знали, да, что есть такая компания. Ну, какие-то слухи были, но очень. Ну, смотри, когда вот я стал уже публично об этом рассказывать, все говорили, я никогда в жизни не мог подумать, что это компания из Украины, тем более там из Николаева и так далее. У нас руководитель по безопасности проводил собеседование с сотрудниками. Каждые два месяца у него есть журнал, и он рассказывал, ты помнишь, что ты там не должен говорить, где ты работаешь, ты помнишь там и так далее. И это работало. Какое-то долгое время, потом социальные сети появились и так далее. Мы стали уже на это смотреть так сквозь пальцы, ну, и как бы оно разошлось. Но в то время было очень жестко такой, я бы сказал, такой близкий к изолятору режим. Ну, у нас даже двери там, решетки как в изоляторе, там первая дверь открывается. Ну, после того, как закрыта первая дверь, вторая. Были случаи, когда власти начинали проявлять уже интерес к вам? У нас был случай, когда против, ну, планировались захваты офиса с подразделением Альфа, там. Я план видел штурма здания, вот. Ну, там вовремя я узнал этот сигнал, я был за границей, отзвонился, сказал, дождитесь, когда я приеду, мы с вами встретимся. Тогда назначили какого-то генерала СБУ, и вот он решил проявить инициативу, он не знал, что там. Ему просто как, получилось так, что мы их всех все время посылали нахер? А это такой был гордый человек, и он как бы не очень отреагировал, говорит. Ну, и он решил как бы своим языком с нами поговорить. Вот так вот была ситуация. Ну, а физические активы же были в США, да? То есть у вас не было? Да, конечно, здесь просто, ну, сотрудники и все, и, в принципе, компьютеры, да? Всегда это я подчеркиваю, когда делал какую-нибудь экскурсию, я говорю, слушайте, ну, максимум, что произойдет, ну, заберут у нас эти компьютеры на экспертизу, купим новые завтра, пересядут, люди дома будут работать. Я всегда говорил, хоть я знал, что у нас очень плохо работать из дома, ну, но всем рассказывал, что IT-компания, в этом ее и прелесть, что люди просто дома сядут и будут делать то, что они делали. Логика мента в чем? Он заблокирует должен работу предприятия, тебе это будет больно и стоит сколько-то денег, и он придет и скажет, давай порешаем там. Какую-то там десятину от той суммы, которую ты и так теряешь. А здесь ты ему показываешь, что даже если ты все заблокируешь на 3 месяца, у нас всегда, кстати, именно по этой причине был двухнедельный запас выкладки шаблонов. Логика была такая, что если работу компании заблокируют полностью, то 2 недели вообще ни один клиент, никто этого не заметит. А нужно постоянно их выкладывать. Да, да, там суть бизнеса в том, что ты должен, как, это примерно похоже чем-то на фэшн индустрию. Если ты не выдаешь новые показы мод, новые коллекции, то у тебя начинают падать продажи. Мы это много изучали. И причем парадокс в том, что ты выкладываешь новое, люди приходят смотреть на новое, а покупают старое. А если ты новое не выкладываешь, то они не покупают старое. Так, давай распродажи затронули. Ты говорил, что будущее за кастомизацией. Можешь об этом подробнее рассказать? Особенно применимо к обычным бизнесам. Персонализация. То есть уже прошли практически времена, когда был старый добрый лояльный потребитель, один раз что-то у вас купил, его вы просто не нахамили, отдали то, что он хотел в то время, когда он хотел. И он уже по умолчанию доволен, начинает всех рекомендовать, приходите туда, там ребята выполняют свои обещания. Уже очень редко, только в низкоконкурентных нишах. Высокие конкурентные ниши, там уже идет борьба, особенно если это молодые, кстати, потребители. Молодые потребители, у них вообще чувство лояльности отсутствует. Они готовы переключиться, ты хоть 10 лет их обслуживал, они переключатся на 11 год к другому и вообще без всяких сожалений. По сути, опять же, все можно к деньгам. Я всегда, когда вначале объясняю какие-то нравственно-маркетинговые вещи, я вижу, что обычным нашим предпринимателям это не заходит. Я говорю, хорошо, давайте, вы бизнесмены, бизнесмены, язык бизнесмена это деньги. Давайте считать все в деньгах. Я говорю, первое, поднимите руку, кто знает стоимость привлечения потребителя в каждом канале, вот Customer Requisition Cost. Поднимает обычно 5-7% людей, остальные просто тупо не знают, они каким-то образом чудом приходят, кто с арафанным радио, кто с какой-то рекламы. Сколько стоит в деньгах приход одного человека в твой магазин, знают единицы людей в этой стране. В Америке это знают обычно процентов 70 людей, которые сидят в зале. Вторая вещь, я говорю, поднимите тебе руки, кто знает lifetime value клиента, сколько клиент приносит на протяжении всей жизни, пока он клиент денег. Это тоже не, это вообще никто не знает, вообще не знает, что такая, оказывается, метрика существует. А это две ключевые метрики, по которой рассматривает инвестбанкир, например, смотрит и спрашивает, так, Рома, у тебя что, франчайзинговый консалтинг, да. Сколько тебе стоит привезти одного клиента, ты говоришь, там, например, 100 долларов. Он говорит, окей, сколько этот клиент оставит у тебя денег, пока он век клиент. Ты говоришь, например, 1000 долларов, ты такой, о, 10 раз больше, красавчик. Это масштабируется по 100 долларов, можешь, там, если я тебе, там, миллион долларов, можешь мне 10 тысяч таких клиентов привезти? Ты говоришь, да, могу в Facebook рекламу запущу, там, тра-та-та. Все, отлично, я инвестирую. То есть, это две ключевые, ну, как бы, главные метрики. Вот, когда у тебя есть вопрос персонализации, у тебя просто повышается конверсия. Например, тебе стоит один лид, чтобы он зашел в твой магазин, например, один доллар. Тебе пришло 50 человек в магазин, или 100 человек, чтобы удобнее было считать, и 5 сделал покупки. Это конверсия 5%, да. Когда ты персонифицируешь, то у тебя конверсия обычно может вырасти еще дополнительно на 30-40%. То есть, в конце у тебя будет стоимость платящего клиента на 30-40% лучше, чем у конкурента. И это как раз, ну, обеспечивает твое устойчивое конкурентное преимущество. Самая простая вещь, с которой надо начать всем, это просто поставить CRM. Пока ничего не надо кастомизировать, надо просто учитывать. Система учета. Спрашиваешь людей, туристический бизнес, 10 лет в бизнесе, нихера нет. В телефонах личных у операторов, ну, тех, кто работает, у сотрудников, все половина клиентов, они увольняются, идут вместе с этой телефонной базой, нанимаются конкуренту и начинают звонить, говорят, «Здравствуйте, Александр Петрович, помните, вы с нами летели в Турцию?» Вот я тогда работал в том агентстве, а сейчас я работаю в таком шикарнейшем агентстве. «Давайте через нас лететь, у нас и цены дешевле, и все лучше». И все, спиздили просто вашего клиента на ровном месте. И большинство бизнесменов это вроде как понимают, но ни хера не делают, чтобы это прекратить. Это первая вещь. Когда у тебя уже есть CRM, дальше ты можешь заняться микросегментацией. Пока я не говорю о том, что большие корпорации думают уже давно о one-to-one маркетинг, именно тебе лично, под твои приоритеты. Это недоступно, это пока довольно дорого с точки зрения ресурсов делать для малого бизнеса. Но малый бизнес может хотя бы поделить условно на 10 сегментов и подумать, что каждому сегменту дать. Туристическое агентство? Окей, смотри. У тебя туристическое агентство, у тебя есть люди, которые с семьей каждый год летают на отдых во время школьных каникул. Один сегмент. Это перед школьными каникулами, им надо за три месяца позвонить. Ребят, будем лететь скоро? Ты их должен на самом деле сказать. Вот школьные каникулы, мы узнали по школам, они будут с 15 октября по 25 октября. В это время лучше всего лететь. Если хотите тепло, то это там, например, Турция, Египет. Если хотите экскурсии там и так далее, Таиланд там то-то. То есть все очень просто с конкретными целевыми предложениями. Вторая вещь. Например, бизнесмены, которые хотят индивидуальный тур. Вот сейчас очень трендово не просто полететь, я не знаю куда, ну давай вот там в Европу. А прикольно полететь в Европу и совместить, например, летишь во Францию, два дня ездишь по каким-то виноградникам, агентствам, пьешь, пробуешь какое-то вкусное вино, дегустационные туры, а два дня на заводы, где ты можешь посмотреть, как работает там представительство Амазона в Париже. Или там посмотреть, как работает Google там или что-то такое в твоей сфере. И ты таким образом как бы обогащаешь себя как бизнесмена и еще проводишь приятное время там и так далее. То есть вот это профессионал такой туризм. Третий, например, сегмент может быть лоу-баджет. Сейчас открыли безвизовый въезд. Также можно просто поднять частоту покупок. Вот летают раз в год у тебя эти люди, семейная пара с детьми. Ты им спрашиваешь, звонишь, говоришь, слушайте, вы обычно тратите на отпуск 2000 долларов. Хотите, периодически сейчас у нас такие вот горячие сделки, там то Визэр, то Райнэр и так далее, можно за 400 евро полететь в Европу на уикенд. Если вам интересно, давайте я вам буду там за три дня сообщать. И вот ты повышаешь они вместо одного человека в 2000 долларов, еще могут 2-3 раза в год потратить еще по 400 и ты зарабатываешь больше денег. Это же ежу, понятно, вроде как, ну, когда так объясняешь, люди говорят, ну да, в любом бизнесе всегда практически, в любом бизнесе, кроме похоронного агентства, можно увеличить частоту покупок, в любом. Это самый простой способ, потому что ты не тратишь деньги на привлечение потребителя. Ведь в высококонкурентных нишах, вот у нас в Template Monster 10 лет назад стоимость привлечения потребителя была 5 долларов, а сегодня 67 долларов. Чувствуешь разницу какую, во сколько все выросло? И со временем, ну, если мы не придумали бы всякие апселлы и кросселлы, мы бы уже были просто убыточными. Макет же стоит, шаблон же стоит? Шаблон же стоит 75, а там у нас постоянно какие-то скидки, там и так далее, у нас средний чек это 60 долларов. То есть мы уже типа в минусе, в прямом. Но за счет того, что есть, во-первых, lifetime value, человек покупает, у нас про-сегмент есть, который покупает много раз, и у него lifetime value не 60 долларов, а у него lifetime value 800 долларов. Плюс у нас есть доп. продажи, доп. сервисы, там и так далее, и мы таким образом догребаем. Мы это вынуждены, не потому что мы суперумные, а потому что у нас бизнес уже заставил либо сдохнуть, либо переродиться, да? А многие бизнесы еще в той стадии, когда они, ну их это еще жизнь не заставила делать, но они уже бы могли гораздо больше зарабатывать денег. Я читал, по-моему, Илья Кеннекштейн, оценил компанию в 100 миллионов долларов. Я знаю, что ты там по Дондеи не можешь говорить. А почему, кстати, Илья этим занимается? Он у нас оценкой бизнесов занимается. Я не знаю, почему Илья так этот, ну тогда в то время он, 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 он знал немного ситуацию, и он... Цифра близка к... Цифра близка, да, да. Решил продать, потому что подустал? Нет, там ситуация получилась, наложение цепочки событий. Значит, первое, у нас всегда безопасностью бизнеса занимался старший партнер, ну у нас был взрослый партнер, так скажем, да. И он заболел онкологией, я уехал, по сути, тоже месяцев 7 меня не было. Я ездил там его лечить в Израиль, в Америку, в Лондоне, там операции мы делали кучу и так далее. Но мы его не смогли спасти, поздно, ну на 4 стадии уже, к сожалению, это все идентифицировалось. Ну и он скончался. Соответственно, в это время уже такой депрессняк, знаешь, не потому что даже он скончался, а потому что вот весь этот длинный процесс угасания, из больницы в больницу там и так далее. То есть, короче, это уже такой депрессняк сильно нагнало. А потом случился Майдан, и в Николаеве, к сожалению, в то время только отправлялись автобусы с тетушками. Ну там никакой там про украинской позиции не пахло там, знаешь, только. И вообще тут такое отвращение, знаешь, там типа и город, и вот ты приехал тут одни миллионы эти менты, тетушки там и так далее. Вообще тут надо отсюда сваливать. В это время нас последние 5 лет постоянно окучивали. Когда мы попали в рейтинг топ 1000 сайтов в мире, Alexa, по Alexi, видать эти венчурные инвесторы, они все время отслеживают эти тренды. И они просто вот атаковали. Вот не было одного дня, чтобы 3-4 письма не приходило. Привет, меня зовут там какой-нибудь там Джон, я там с какой-нибудь Excel Capital, давай познакомимся, будем дружить и так далее. Я вначале, ну мне интересно было, как вообще работать. Я в то время вообще не понимал, как работает этот рынок венчурных инвестиций. И я с ними знакомился просто. Они там просили, выуживали часто цифры, я там часть цифр давал, часть не давал. Ну и они каждый год звонили, говорят, как у вас там, вы там растете, падаете и так далее. То есть они как бы, суть такая, чтобы завести некие взаимоотношения, говорят, мы не ищем деньги. А они говорят, ну сейчас не ищите, может быть потом будете искать, ситуации меняются у людей там и так далее. Вот. Ну и я тогда задал вопрос, я даже тогда пошел учиться на MBA. Ну я чувствовал себя немного неполноценно, потому что, ну вроде бизнес хороший, все, но какой не посмотришь проект, там куча этих MBA-щиков там и так далее. Я думаю, надо мне, наверное, это тоже подтянуть. Вот. А потом я встретился с самым топовым фондом США и говорю, слушайте, а вот ситуация такая, представим гипотетическую. Есть компания А и компания Б. Цифры у них одинаковые, но у одного там руководителя с MBA-образованием. Как-то это влияет на капитализацию? Он говорит, что вообще, говорит, ну не парься, большинство организаций, говорит, они как раз ушли, там выгнали их с университета, они, ну, стартанули, у них много энергии. Короче, ну, суки, а не было MBA? Вообще не думай об этом. У меня осталось полгода доучиться в Лондоне. Я написал письмо, sorry guys, типа, I don't want to know, типа, continue education. Ну, и когда вот этот депрессняк наступил, я позвонил на ребята, я тогда немного жил в Майами, и там познакомился, это такой, по сути, семейный фонд, типа, family office, старой, родовой, старой деньги, как говорится, там, еврейской семьи, которая еще застраивала Манхэттен. Ну, я им позвонил, сам, говорю, как дела, там, тра-та-та, тра-та, они говорят, ну, что там, вы не надумали, там, что-то продавать? Я говорю, слушайте, ну, мы, смотря, будем зависеть от того, какая будет цена. В общем, что мне понравилось в процессе торгов, вот это вот они очень мудро делают. Он ничего не торговал, с большинством венчурных инвесторов, ты им называешь какую-то сумму, они пытаются ее сбить, да, там, типа, бывает в два раза, там, и так далее. Но любое, любые торги, они что, они же создают некую напряжение, то есть это ты уже конфликт какой-то, да, там, ты считаешь, ты готов продать за тысячу, а я говорю, да нет, оно стоит 700, и мы уже с тобой, в принципе, оппоненты. Мы уже с тобой поругались. Да, мы уже поругались, как бы, да. А они, не торгуясь, ничего, говорят, ну, окей, хорошо, это твоя цена, а за сколько времени я верну эти деньги назад? Ну, я там пересчитал, там, как-то, говорю, за 7 лет. Они говорят, ну, отлично, все, распиши, как это будет за 7 лет. Я расписал, как это будет за 7 лет. Понятное дело, я чуть-чуть привирал, вернее, не привирал, а очень оптимистичный прогноз ставил. Я знаю, просто конец истории, друзья, сейчас внимательно, как не попадаться американцам. Вот, я нарисовал эту всю табличечку, вот, он посмотрел, говорит, ну, все, отлично, вот и будешь, говорит, отвечать за эти цифры. 7 лет, у тебя будет контракт, ты будешь управлять, управлять компанией, достигать заявленных показателей, и поэтому мы половину денег даем наперед, а вся остальная, она идёт в рассрочку, грубо говоря, на 7 лет, каждый год к году, вот, выполнили цель, получили одну седьмую, да, то есть, части, не выполнили цель, пропорционально не получили. То есть, ты-то уже паковал чемоданы и думал, что ты будешь год там отдыхать там, потом заведешь какой-то, откроешь снова ресторанчик, и займешь чем-нибудь уже пенсии, да, по сути? Да, тебе ещё контракт на 7 лет. Твои вот ощущения в этот момент? Облом, да? Да нет, реальный облом был, во-первых, во-вторых, ну, облом, но тебе нечего возразить, не было ни одного аргумента, чтобы я мог сказать, а, бля, почему, а там и так далее, потому что ты сам все цифры озвучил, ты их принёс, он, в принципе, ни в чём не участвовал, ты полностью, ты как бы изнутри этого бизнеса знаешь все цифры, тренды и так далее, и ты за них несёшь ответственность, просто, типа, по-дворовому это отвечай за свои слова. Ну, это очень круто, я для себя это взял... А так все делают, ты потом узнал? Нет, это мало кто делает, ну, это называется earn-out period, в принципе, есть такая практика, но 7-летняя это довольно редкость. Короче, я, если покупаю, буду бизнесы, то я буду покупать только по такой схеме. А, кстати, когда случилась война, я пошёл в Министерство обороны, они же мне предъявили претензии, что я на работу не хожу, не выполняю обязательства. Я говорю, да, действительно, говорю, но цель моего этого нахождения для того, чтобы мы не потеряли свои активы в офис, в Николаеве и так далее. Они говорят, там если неинтересно, интересно, ну, как общий бизнес будет вести. Я тогда, что я сделал, тоже такой лайфхак, я написал в компанию, которая занимается релокацией сотрудников в Польшу и попросил сделать расчёт, как 300 сотрудников с их семьями перевести в Польшу. Они посчитали 27 миллионов долларов, я прислал инвойс, говорю, давайте оплатим инвойс и я уеду вместе, ну, уйду из министерства и поедем в Польшу работать. То есть ты их поймал на ижи истории? Они сразу же тут же перезвонили, говорят, слушай, а какие шансы, что ты там сидишь, ну, как-то не надо будет никуда переезжать. Я говорю, ну, какие шансы? 50 на 50, говорю. Говорю, ну, 50% реальные. Они говорят, ну, хорошо, давай ещё подождём. Ну, то есть как бы всё решают деньги в конечном итоге, да, у тебя могут быть какие-то нравственные там, типа, вопросы, но в конце ты всё пересчитываешь деньги и деньги говорят сами за себя. Николай считается одним из самых криминальных городов Украины. Расскажи самую дикую историю или опасную историю, которая тебе связана с Николаем. У меня взорвали машину Audi Q7 только, когда она вышла. Это мой следующий вопрос. А других диких историй нет? Ну, я не знаю, ты не попадал в какие-то стрёмные районы, я знаю, есть там? Нет, были, я играл в Автоквест вечером, ну, ночами. У нас там есть стрёмный район, называется Октябрьская, это такой, как примерно Троещина в Киеве. И мы туда один раз, я первый раз туда попал ночью, ну, часа в два ночи. Мы выходим, там, с машин выбежали, с фонариками там бегаем, и какие-то гопников набежала, такая пачка спортсменов. А там все спортсмены, там, чтобы выжить, очевидно, надо заниматься всегда спортом, боксеры какие-то там и так далее. Ну, мы как-то благодаря дипломатии снова разрулились, но было, ну, было так на острие, потому что ничего не было, ну, никаких там средств защиты. Что они хотели? Да просто, что вы тут бегаете с фонариками, хотели навалять, короче, всей группе. А вторая была история, это один раз пьяные сотрудники прокуратуры, тоже мы, опять же, связаны с Автоквестом, ночью мы куда-то ехали, они остановились, начали вызывать там ментов и так далее, кто-то оружие достал. В общем, могла быть какая-то перестрелка из ничего вообще, из пальца. Утром я приехал в прокуратуру, познакомился с главным прокурором, дали пиздюлей этим всем пьяным сотрудникам и так далее. Но я тогда понял, что самое важное во время конфликта, это мне давно еще один тренер рассказывал, самая лучшая стратегия убежать. Я говорю, в смысле убежать? Ну, тебе же надо там доказать, там что-то. Он говорит, не-не-не, вот на следующее утро ты можешь приходить и все доказывать. Говорит, в этот момент, говорит, настолько все непрогнозируемо и неуправляемо, твоя задача избежать конфликта. А потом ты на утро можешь включить все свои там рычаги и так далее, доказывать всем, какой ты. Во-первых, утром у тебя остынет голова, ты на это посмотришь уже более системно, потому что во время эмоций ты этого не можешь сделать, да. А во-вторых, ты, скорее всего, избежишь каких-то фатальных таких каких-то штук, да. Ну, Николаев действительно криминальный, но большинство криминала так или иначе контролируется силовыми органами. Так почему машину взывали? Да, так и пока точно не выяснено. Была такая гипотеза. Значит, у меня в то время, я придумал сам такой лайфхак, в то время была Ющенко, помаранчевая революция. Я себе прицепил такую сам, чтобы ездить, и никто не останавливал. Я сделал киевские номера и повесил такую оранжевую эмблему нашей Украины, назвал партия президента Украины. И вот с этой табличкой была такая штука, никто тебя никогда не останавливал. Я помню, в Крым ехал, они все видели, прямо там честь отдавали и так далее. То есть воспринималась, как какая-то полуправительственная машина. Но, по-моему, она кому-то не понравилась. Вначале были версии по бизнесу, там какие-то личные. У меня, поскольку никаких врагов нет, то есть мы их методом перебора ничего не нашли. А случайно просто спалили машину или взорвали. Ну, взорвали больше там. Ну, как ее спалили, она взорвалась еще вдруг. Ну, такая стрессовая ситуация. Но никто не пострадал? Никто не пострадал. Пару машин соседних, и мне пришлось потом платить за их восстановление. После этого ко мне начали выходить на связь всякие там криминальные элементы, типа там какие-то смотрящие там и так далее. Я вот это увидел в параллельную вселенную. То есть ты вот живешь, ты айтишник, ты бизнесмен. Ты знаешь, что какие-то такие слои общества существуют, но они тебе не видно. Ты сел в машину, поехал в хорошем ресторане, встретился с приличными друзьями там и так далее. И у тебя как бы, ну, жизнь это одна история. Оказывается, еще один есть нижний слой, и там просто жесть какая-то. Ты сидишь, у тебя компания приносит миллионные доходы, бизнес в Америке, ты сидишь в квартирах, потом в офисе в Николаеве. Да, ты фактически турист некий такой, да, там, то есть... То есть то, что за окном, ты не видел? Да, ну там, не, видел. Ты знал, что есть какие-то Николаев, это же его часто называют городом раньше Нарколаев. Ну, все эти наркоманы уже как-то там, которых ты в школе знал, они все практически уже умерли. Я в какой-то момент говорю, ребят, как-то, по-моему, наркоманов не стало, они говорят, а где ты их можешь увидеть? Ты садись в машину, приезжаешь в хороший ресторан, выходишь с хорошего ресторана, едешь домой, там, едешь в офис. Дед, ну, нет у тебя наркоманов в твоей жизни. Но они-то никуда не делись, они просто, ну, существуют в другой измерении. В компании не было таких сотрудников? Были у нас, да, у нас был наркозависимый. Наркозависимый, у нас же в компании ключевые сотрудники проходят проверку на полиграфе, и вот часто полиграф как раз выявляет наркозависимых. Полиграф это хороший метод выявления. А дорого его поставить себе в компании? Поставить себе не имеет смысла, очень сильно зависит от квалификации полиграфолога. Мы работали с разными, у нас уже со скидкой где-то стоит 70 долларов. Обычная цена, если ты один раз проверяешь какого-то человека, это 100 долларов. Это не так дорого, потому что если ты берешь ключевых людей, которые владеют финансовой информацией, там, имеют доступ к базе данных клиентов, и так далее, ты их проверяешь, и у нас есть такой круг доверия. То есть мы знаем, даже сами менеджеры говорят, а он не проходил проверку на полиграфе, то есть они это сами прошли, они не хотят иметь какую-то такую вот фактор риска. Ты сам в эту историю затянулся в военную? Да, конечно. Это был внутренний позыв, но я знаю историю с детства, да, то, что ты жил в Абхазии, да, и потом переехал. Да, у меня просто такая ситуация, что в второй раз в моей жизни одни и те же зеленые человечки приходят и заберут у тебя дом, машины, квартиры, там, все. И в то время я был 12 лет, я, в принципе, ничего менять не мог, а тут я себе дал честное обещание, то есть не надо воспринимать, что я какой-то там солдат-джерни, вояка, вообще абсолютно. Я просто для себя сделал такой договор со своей совестью. Я вывез свою семью вначале, чтобы как бы про них не думать, ну, как бы, да, вернулся назад и думаю, я сделаю все, что... За пределы страны, ты имеешь в виду? Да, я в Турции снял дом и как бы их туда закинул. И потом я сделаю все, что от меня зависит, чтобы этого не произошло. Но я же, как бы, типа не Мерлин волшебник какой-нибудь. Если это все-таки произойдет, то я уеду со спокойной совестью, я не буду даже назад оглядываться. Мне этот товарищ подсказал, говорит, ну, смотри, ты уедешь, потому что первая, ну, обычная реакция человека, давай свалим, переждем, что будет происходить, да? А он мне говорит, да, слушай, ну, ты представь, ты где-нибудь будешь там на берегу Хорватии сидеть, смотреть новости судорожно, все твои друзья здесь. И ты будешь все время переживать и думать, а, блин, если бы я был, я бы мог бы сделать А, Б, С и так далее. И я подумал, да, действительно так и будет, вот поскольку я шил о жопу. И я думаю, я сделаю, я буду пробовать, ну, как бы, это остановить, этот процесс. И если получится, все хорошо, если не получится, я уеду, но буду знать, что я сделал все, что я мог. Ты чем занимался у тебя там? Слушай, у меня были там такие кейсы, я сделал Николаевское народное ополчение, называлось. Мы взяли мужиков, которые имеют зарегистрированное оружие, ну, охотничье, да, у которых есть автомобили. Разбили на две базы, подвязали, ну, софтину по смскам. И вначале говорю, надо их тренировать. И вот ты указываешь на гугль-мапе точку, делаешь рассылку, и мы достигли такого результата, что любая точка в городе в течение пяти минут подъезжала как минимум 30 автомобилей вооруженных. То есть это для того, чтобы реагировать на какие-то вспышки. Вторая вещь, надо было поставить блокпосты, чтобы во всем городе, потому что мы не опасались, что внутри будут какие-то качели, понимали, что, ну, в принципе, население настроено проукраински, но знали, что могут быть какие-то диверсанты, запущенные в город. Надо это контролировать. Я решил делать блокпосты. Я ни хера никогда не делал блокпосты. Я в гугле по имиджес посмотрел, как в Ираке, там, американцы, как они выглядят. Нашел друга строителя, говорю, ты можешь эти блоки привезти? Да. Но их как-то надо поставить. Я пришел к мэру, это мой бывший учитель школы, поэтому у меня был диалог. Я говорю, слушай, надо сделать блокпосты. Я говорю, готов их ставить. У меня есть люди, которые все это сделают и так далее. Я оплачу сам. За свиньи. Да. Ну, там копеечная история, на самом деле. Вот. Он говорит, я не против, но надо разрешение СБУ. Я чистая челночная дипломатия. Я прихожу в СБУ, говорю, слушайте, мэр уже за. Как бы мы ставим блокпосты. Вот точки. Я уже понял, что они никто не хотят брать на себя ответственность. Я говорю, вот уже 4 точки, где мы будем их ставить. Нужна ваша как бы виза. Он говорит, ну, я как бы не против, но менты должны сказать да. Я иду ментам, говорю, СБУ уже за, мэр за, оставалась ваша подпись. Он говорит, МЧСники. Так я всех, короче, обошел. В принципе, за 2 дня получил все подписи. И мы просто привезли и поставили блокпосты. Был хоть раз, когда это было оправдано? Да. Мы буквально в 5-й день задержали автомобиль, полный гранаты, оружия и так далее. Из Одессы ехал. С чего все вообще началось? Я понял, что люди все находятся в состоянии такого паралича. То есть они не понимают, завтра это будет российский город или украинский. Они как бы боятся высказать позицию. Внутри они как бы про украинский, но им страшно. Я в фейсбуке написал пост. Ребята, я купил 1000 украинских флажков. Кто не боится прицепить их к машине и готов ездить, вот адрес моего офиса и телефон. И мы за 2 дня раздали 1000 украинских флажков. Люди начали ездить. Куча так, ну, по городу сразу начала видеть украинские флаги. Мой друг, ему понравилась идея, бизнесмен говорит, давай я еще 2000 докуплю. Он тоже докупил. Мы 3000 флажков раздали. Это буквально там за неделю. Потом мы купили большие флаги и взяли все центральные улицы города и повесили украинские флаги. Это все было в марте, да? Это в марте 2014. И как только люди увидели, что все покрашено украинскими флажками, даже те, кто там еще были такими, сомневались. Они уже понимали, что все, назад дороги нет. Тут стали блокпосты и так далее. То есть в какой-то момент кто-то должен был, в то время можно было реально взять пистолет, прийти в милицию, стрельнуть и сказать, вы окружены, сдавайтесь. Они все бы сдались. То есть все реально боялись, реально парапаралич. И в какой-то момент я просто проявил какую-то там первую... То есть можно сказать, что ты успокоил жителей Николаева? Твоей цитил? Ну, наверное, да. Наверное, да. Был случай, мы из Запорожья перевезли довольно крутого, талантливого программиста. И у нас был внутренний форум, назывался «Пропаганда». «Пропаганда.Лог». И там это просто все спортивные мероприятия, которые в организации, курсы какие-то и так далее. В общем-то, как аналог внутрикорпоративного портала. Он туда пришел, у нас там был модератор. И он что-то там не по правилам начал этот. Она его взяла и забанила. Он обиделся, он такой, ну, как бы лидерского все-таки характера. Он говорит, ах так, тогда я сделал альтернативный форум, назвал «хуяк.Лог». И там он начал делать это как субкультура. Этот, как вот есть сайт у айтишников «Ёбаная айти». Да. Вот примерно такой же, только внутри одной организации. Он начал писать о том, что там какие сплетни, кто с кем спит там. Ну, там реально мерзкий был такой, но он и был интересный одновременно. Людям все-таки такая желтуха, вот как бульварная пресса такая. И посещаемость, мы же внутри смотрели это на локальном домене. У нас на пропаганду вообще перестали практически люди ходить. Каждое утро они пол рабочего дня сидели на этом «хуяк.Лог» и обсуждали. Там такая была, ну, все хейтить, короче. Они такие хитрые. И это стало прямо, ну, разрастаться неконтролируемое. В конечном итоге мы вынуждены были его уволить. Я закрыл этот хуяк. Ну, как бы, я понял, что это стало, стало реально угрозой. Тогда, в принципе, можно было это разрулить и не выгоняя никого, и не закрывая. Нужно было просто мне вмешаться, по сути, и назад его привести, дать ему отдельный раздел на пропаганде, например, и сказать, введи там раздел «Досуг». Я не знаю, да, ну, не хейтенный, а такой, полезный для организации. Я это не упустил, потому что это показалось что-то очень мелким таким, да. Но объем вреда, который наносился в конечном итоге, он был очень таким значительным. То есть вот началось вот с маленькой искры, а разожглось большое пламя. Значит, у меня есть такое правило, собственно, придуманное, 3G называется. Значит, каким образом предприниматель может достичь какого-то результата. Да, ему нужно пройти все 3G. Первое G, чтобы стартануть, ему нужна жажда, не желание, а именно жажда. Почему нужна именно жажда? Потому что часто я их называю латентные предприниматели. Они хотят быть предпринимателями, но суть этого хотения только в том, что типа я заебался работать на дядю, хочу ничего не делать, и чтобы мне капали деньги. И вот они считают, что предпринимательство это об этом. И у них тогда, ну, обычно ничего не получается. То есть они осознанно должны понимать, что предприниматель больше работает, меньше еще находится в отпуске там и так далее, да. Ну, по крайней мере, какой-то первичный период времени, да. Второе G, это жертва. Тебе нужно понимать, что ты должен быть способен на жертвы. Например, там ты не будешь ходить бухать с друзьями, они будут многие считать, что ты какой-то стал, зажрался. Они часто говорят там фриком каким-то там и так далее. И третье, это жопа. В бизнесе периодически происходят большие жопы. И ты когда первую жопу преодолел, ты вышел из глубокой жопы, и ты как бы, ну, идешь дальше. И тебе, когда следующая трудность в своей жизни, даже если она еще больше, ты вспоминаешь вот те переживания, как ты это сделал, и как бы, ну, и находишь в себе внутренние душевные силы снова это преодолеть. И вот когда у тебя есть все 3G, то обычно все хорошо получается. Я это, причем на выборке уже довольно большой, могу с твердой уверенностью сказать, что 3G работает. На своих выступлениях ты часто рассказываешь о такой штуке, как Customer Success Team. То есть это команда внутри компании, которая занимается, вот хотелось бы понять, чем и для кого это может быть полезно. Значит, откуда появился вообще Customer Success? Опять же, когда люди понимают цифры, знают, что, вот, например, маникюрный салон, мы посчитали на тренинге, ну, на мастер-классе, что маникюрщица зарабатывает с клиента 30 тысяч долларов лайфтайм. Она ходит всю жизнь, и как бы, и получается, где-то в среднем 30 тысяч долларов зарабатывает маникюрщица одного клиента. Когда ты понимаешь эту цифру, никто, я уверен, это никогда не считал просто, то ты можешь там, ну, не знаю, вылизывать жопу будешь этого клиенту. Ты будешь ему кофе там дарить, то есть тортик на день рождения и так далее. Просто когда ты понимаешь. Просто маникюрные, это обычно ремесленнические бизнесы. Есть ремесленник, когда он там ограничен, ну, личным временем, он больше не может. А есть, когда ты уже, как бы, перешел со стадии ремесленника в стадию предпринимателя и можешь это масштабировать. И когда ты знаешь lifetime value в этом бизнесе, ты можешь, почему он возник? Люди начали думать, так, привлечение клиента каждый год дорожает на 20-30%. Значит, мне нужно в какой-то момент наступит период, когда математики не станет в бизнесе. Нужно думать, как удержать этого клиента, как больше повысить конверсию и так далее. Что для этого нужно? Чтобы клиент, который покупает, чувствовал себя счастливым, успешным. Он для чего-то тебе, особенно это в B2B используется. Мы продаем шаблон, и нам раньше было похеру. Купил ты, сделал ты сайт, не сделал сайт, купил, деньги назад не попросил, слава богу. Ну, в принципе, да? Транзакционный маркетинг, так называемый. А сейчас маркетинг взаимоотношений. Мы потом поняли, что если человек купил шаблон и не сделал сайт, а покупал-то он шаблон, чтобы сделать сайт, то он точно у нас никогда в жизни больше не купит шаблон, потому что невольно будет всплывать мысль. Нахера я покупал, я тогда деньги спустил в трубу и, как бы, толком ничего не достиг. И у нас появилась метрика, что мы считаем, какой процент людей, которые купили шаблон, в конце запустили сайт, за какой период, и что в течение этого периода мы можем сделать, чтобы сократить этот период, сделать, ну, как бы, его, улучшить этот результат. И тогда у тебя становится, во-первых, у тебя появляется огромное поле для допродаж. Мы поняли, что клиент в среднем 40 дней тратит с момента покупки шаблона до запуска сайта. Мы его начинаем исследовать, контактируем этих клиентов, спрашиваем, а что вы делаете эти 40 дней? Они говорят, ну, я пока выбирал хостинг. Мы такие, раз, все, будем продавать сразу, предлагать хостинг, сделали директорию рекомендованных провайдеров, получаем за это комиссии, вообще отлично. Дальше, он говорит, выбрал хостинг, потом мне надо настроить безопасность. Мы такие, так, должна быть услуга, настройка безопасности, плагины, установка, там, и так далее. Дальше, говорит, мне нужна кастомизация. Часто я жду, там, логотип мне сделают, копирайтеры что-то должны написать, и так далее. И мы все это включили в услуги, и таким образом подняли средний чек, в среднем, на где-то порядка 42%. То есть, вот, просто за счет того, что есть некие люди, ты, они ни в коем случае, ошибка бизнесмена многих, они в Customer Success Team закладывают, они как продажники. И говоришь, у тебя будет процент от продаж. В этом случае этот чувак сидит и думает, что бы еще втюхать Роме. И у них, ну, мозги совсем по-другому. Это не продажники. Ты говоришь, твои метрики, чтобы у максимального количества клиентов получилось то, для чего они купили наш продукт. И вот он сидит и все время напрягается, думает. А потом уже ты к нему садишь продажника, и он говорит, смотри, вот как у них это все делается, и подумай, где здесь может быть еще наша продажа. Ну, в нашей нише, например, те, кто разработал у нас франшизу, им интересны продажи этой франшизы. То есть, здесь комбинация. То есть, нам интересно им продавать. Нет же смысла, чтобы к тебе пришло 100 людей, разработали франшизы, получили все твои пакеты документов, все это упаковали и не продали ни одной франшизы. Ты не получишь таким образом дешевых клиентов, которые по сарафанному радио, когда скажут, пойди к Роме, потому что он красавчик, он сделал все, завернул, все получилось и так далее. То есть, твоя задача, твой кастомер со стим будет отслеживать, какой процент людей, которые пришли и заказали услугу разработки франшизы, запустили франшизу, продали сколько-то и считают это успешным. Вот он будет сам звонить и говорит, Александр Петрович, вот вы у нас заказывали, а что вы делаете, чтобы она продавалась лучше? Ну, там пока не я. А может быть, мы вам поможем, партнера посоветуем, лендинг сделаем, контекстную рекламу запустим, на выставку вас порекомендуем с дисконтом и так далее. То есть, для того, чтобы все-таки случилось то целевое действие, ради которого он, собственно говоря, изначально приходил. Друзья, у меня для вас очень классная, важная новость. Мы решили провести третий квартирник Франш ТВ и пригласить на него Давида Брауна. Квартирник пройдет 20 декабря, все подробности находятся в описании, количество мест ограничено, поэтому переходите, как только захочете смотреть это интервью, заказывайте билеты, у вас будет возможность лично пообщаться с Давидом Брауном и задать ему все вопросы. Количество мест ограничено. Есть ли отличия в том, продавать русским, украинцам или американцам? Конечно, конечно. В чем? Ну, в первую очередь, в ментальных моделях, в языке, который ты им говоришь. Вот, например, сейчас в СНГ у нас киллер-фича, неожиданная для нас, 24 на 7 чат. То есть, ты говоришь, ну, ты можешь идти по какое-то агентство, ну, тут же чат 24 на 7, ты в воскресенье вечером можешь написать, тебе ответят, тебе не надо ждать понедельника и так далее. В Америке 24 на 7 поддержка, это как-то такая, ну, рутинная вещь, которая, в принципе, у любого маломальски приличного сервиса должна присутствовать, да? Есть понятие потребительская ценность. Есть ценность, которую, типа, предприниматель думает, что он дает клиентам, а есть то, что клиент из этого всего, то, что ему предложили, находит, ради чего он покупает. И вот обычно потребительскую ценность предприниматель не осознает. А чтобы ее осознавать, я всегда говорю, есть простой инструмент, ты звонишь регулярно своим клиентам. И просто, кто уже купили, и спрашиваешь, расскажите, я руководитель компании, мне очень интересно понять вообще, для чего, почему выбрали именно нас. И тебе люди в свободной форме всегда рассказывают какие-то инсайты, которые, а есть же зажравшиеся предприниматели, у них 10 человек подчинения, и он никогда с клиентами не обговорит. Он говорит, я же директор, бля, я босс, пусть у меня для этого специально обученные люди. Я вот этого не понимаю. Талантливый предприниматель, это человек способный читать микросигналы рынка. Когда еще это не тренд совершенно, но это уже микросигнал, и он уже 4 раза услышал, еще никто об этом не говорит, а он уже туда залез. Понимаешь? И микросигналы откуда можно читать? Только с рынка, а не сквозь каких-то аналитиков, там, пересказы своих же сотрудников, там и так далее. Можешь пример привести из темплэтмонстра? Да, у нас вот постоянно, вот, например, в WordPress. Мы стартанули в WordPress темы, тогда, когда WordPress вообще был блоггинговой платформой, никому не нужной. Чтобы было понятно, я тогда позвонил Мэтту Мюллинвегу, написал, он был вообще не зажравшийся, просто чувак, который впервые сделал open-сорсовый CMS-ку. Объяснил, что мы сделали уже кучу шаблонов для Joomla, и так далее, я говорю, давай попробуем коммерческие шаблоны для WordPress. И он поставил на нас, мы были единственным вендором, на сайте WordPress было написано free templates, бесплатные какие-то, и paid templates, commercial templates. Ссылочка на нас, я ему платил 50% комиссии, специально сделали скрытую ссылку, мы очень много денег с этого заработали. Просто потому, что я увидел, что WordPress, я начал слышать с нескольких, еще пока очень ранний сигнал. Но я слышу, в WordPress, я спрашиваю, а почему? Они говорят, слушай, Joomla уже надоела, ничего нового не появляется, это выглядит как бы новое, и так далее. Вот простой пример, как бы раннего исследования рынка, который произошел благодаря тому, что я просто разговаривал с клиентами. Большое отличие, я тогда когда жил в Америке, я приехал сюда и заметил очень сильное отличие. Наш бизнесмен, он хочет поменьше вообще рассказывать про свой бизнес, понимая, что чем больше он рассказывает, тем больше он притягивает тех, кто хочет у него что-то отобрать. И второе, он притягивает конкуренцию, и кто-то захочет сказать, что нормально чувак зарабатывает, пойду, стану его конкурентом, буду тоже зарабатывать. Вот эта вот штука, это ментальный наш майндсет, типа, ну, поприпрятать. Да. Чем дольше ты будешь under radar, тем, как бы, скорее всего, успешней ты будешь, да? А в Штатах все наоборот. Вот ты еще вот очень маленький стартапер, ты только делаешь, ты расскажешь всем. Ты едешь в такси, садишься, и таксисту расскажешь, почему ты это сделал, для чего там. Пичинка такой беспрерывная. Ты знаешь, я в какой-то момент начал этим же заниматься и понял, что у тебя начинает из вселенной со всех сторон тебе какие-то сигналы приходить, то есть прямо люди тебе, вот ты ехал в такси, а таксист говорит, я говорю, мы делаем сайты там и так далее. Он говорит, слушайте, а что вы не делаете сайты церквей? Я вот хожу в церковь, а я узнал, что оказывается это огромная сеть, каждой маленькой церкви нужен свой сайт. Давай я тебя познакомлю с нашим там этим проповедником, у него какая-то баптистская. Я говорю, ну давай познакоми. И вот мы сейчас уже сделали порядка 150 сайтов церквей, дальше там, сейчас вот в Америке в сетку одну там заходим и так далее. То есть таксист, это обычный таксист на уклоне я ехал и... Да, это здесь, в Украине. Это здесь, который вот видишь, а мы делаем в Америке уже для сетки церквей, поскольку таксист здесь ходил в какой-то приход, познакомил меня с этим отцом, основателем, так сказать, и тот меня законнектил с американцами. То есть сходу ты не скажешь, что этот человек может тебе как-то помочь, не знаю, капитализировать, увеличить эффективность и так далее, но получалось за счет того, что ты им страстно об этом рассказывал, они загорались и тоже хотели тебе как-то помочь. То есть люди в какой-то момент сопереживаются, испытывают такое сородительское чувство сопричастности и хотят, чтобы получилось. Сказать, вот я вез его на такси, смотрите, этот чувак какой стал, это я там его познакомил с этим. То есть это, ну это работает объективно. И вот в Штатах это как бы просто ролевая модель в обществе и все это делают, а у нас это единицы людей делают. Это у тебя фоточка была. Вообще, а старости думаешь, ты сейчас, тебе 30... Мне 39, в мае будет 40. Вот я недавно меня... И ты до сих пор фигачишь? По сколько часов? Ну по добрых 9-10. 9-10 часов. Как думаешь, долго ты сможешь вот в таком режиме? У меня высокие ожидания по долгожительству. То есть смотри, я какое-то время увлекался, у нас один из проектов есть на People's Project, это называется биотехреабилитация. Это тоже мой товарищ из Николаева, компания Илая клинику построили и они занимаются биотехнологиями. И они очень много делают исследований на тему долгожительства, продления жизни и так далее. В общем, суть секрета долгожительства на данный момент это прожить еще 25 лет и дождаться, когда технологии реально увеличат плюс 20-30% продолжительности жизни. Уже в стадии клинических испытаний очень много крутых вещей, просто нужно дожить до этого момента. Я так думаю, что 65 это стандартный возраст мужика в Украине, если не схватить какое-то от стресса какое-нибудь сердечно-сосудистое, ну, как бы тьфу-тьфу-тьфу, вроде там стараюсь меньше стрессов, больше, как бы, позитива. Но ты бухаешь? Не, я могу выпить вина, два бокала, после двух показателей уже не могу себя вбить. В каждой продаже есть эмоциональная часть и логическая часть. И вот для того, чтобы делать успешную продажу, нужно накормить оба полушария, грубо говоря, да? То у женщин эмоций больше, им нужно, ну, как бы, вот эту эмоциональную часть сильнее артикулировать, да? А мужикам нужно больше, хотя они тоже очень эмоционально принимают решения, но им нравится чувствовать, что они это логически делают. То есть ты псевдологику включаешь, на самом деле. Когда машины продают, очень четко это прослеживается, когда человек вначале приходит и говорит, мне очень важно, чтобы стоимость обслуживания была хорошая и так далее, а потом покупает Porsche или Range Rover. И ты, вначале он тебе пришел вообще с одним запросом, а потом все равно сам себя переубедил, все, не так уж, это и правильно и так далее. То есть, ну, такая вот искусственная логика, но это работает. Поэтому упаковка здесь вообще ключевая. Тот бизнес, которым занимаешься ты, я считаю, это сильно такая, вообще, в том числе, хоть это и коммерческий бизнес. У тебя очень сильно присутствует социальная миссия в этом бизнесе, потому что ты помогаешь предпринимателю для того, чтобы продать идею своего бизнеса другому человеку, нужно вначале самому ее очень хорошо осознать, правильно донести все эти ценности, структурировать, ведь я так понимаю, чтобы сделать некую франшизу, нужно очень сильно структурировать внутренние бизнес-процессы. И это само по себе, даже если он потом не продаст франшизу, очень сильно поможет его собственному бизнесу, он сам прокачается. Поэтому это, ну, очень здравая штука, разница в подходах продажи дешевых или премиальных товаров? По-разному, конечно. Ну, то есть, как бы, если премиальный, там много, таких, сказать, нематериальных ценностей, тебе статус надо продавать, там надо продавать принадлежность к некой социальной группе, это тоже, как бы, как статус, да. Вот я очень часто у риэлтора в Америке тебя везут, я смотрел дома, и мне в Майами говорят, вот здесь живет Шакил О'Нил, ну, и тебе, как бы, ты же не тут будешь живеть, он тебя дальше везет, и ты хочешь дом, например, за 800 тысяч, но он тебя везет, и вначале показывает дома 5 миллионов, 3 миллиона, 4 миллиона, а потом вниз тебя спускает, и ты уже 800 тысяч тебе было до хера, а уже вроде как и после этих всех и не сильно до хера, вроде как даже выгодно начинает казаться. То есть, это четко такое вот, ну, как бы показывает вначале вот ого-го, а потом ты где-то в золотую середину тебя спускает. Еще потом он говорит, ну, вообще, я его продавал полгода назад 1 миллион 200, но сейчас хозяева улетают в Колумбию, и вот надо срочно 800, и тогда ты уже думаешь, что ты вообще уже просто сорвал сделку мечты. А как правильно тогда продавать дешевые товары или услуги? Ну, это если товары импульсивного спроса, ну, если вот брать, помнишь, были эти, как они называются, спиннеры? Да. Вот, тут же как продажа, ты показываешь какой-то юз кейс, надо демонстрировать примеры обладания этим товаром. Телемагазины, надо взять хорошие ролики с телемагазинов, те бизнесы, с телемагазинов, у них очень хорошо получается продавать массовый товар. Потому что телемагазин очень крут, он показывает один юз кейс, вот тер-тер, машина не оттиралась, было грязное пятно, вот провел, стало мэджиком. Второй раз показывает вначале кучу этих проблемных машин, потом ты показываешь, как это все, ну, как бы, лечит, потом показываешь это в двух-трех раз в разных хипостасях, и после этого человек говорит, блин, реально офигенная штука, надо им не купить. То есть телемагазинов же обычно продают туфту вообще, ну, как бы, которая по-другому не продается никак. Но они, они мастера, они боги продаж вот таким методом. Поэтому я бы у них учился. У тебя были политические амбиции, да? Нет, у меня вообще не было никаких. Это шутка? Это шутка. Я даже уже узнал, кто это сделал, это не я вообще делал. У нас были мэрские гонки, и все начали там рассказывать, что Николаеву нужно. Ну, там, Николаеву нужно, и на нужны инновации, Николаеву нужны рабочие места, там, и так далее. И вот, я сам узнал, ну, я был в Киеве, как бы, мне начали присылать фотографии, несколько бигбордов. Это реальные бигборды были, да? Это бигборды были, реальные бигборды такие, да. Фотку могу сделать какую-нибудь получше. Ну, кто такого не, я выбирал. Я, когда был в Министерстве обороны, я очень хорошо понял, как работает государственная машина, и мне поэтому именно многие предлагают, потому что мне удалось консолидировать очень многие разные стороны, которые друг с другом раньше даже не разговаривали. То есть, у меня есть определенный такой природный талант согласие, ну, убирать подальше точки несогласия и, как бы, таким образом достигать каких-то компромиссных решений. Поэтому мне всегда говорили, тебе надо идти куда-нибудь в Раду, делать фракцию. Я сразу спрашиваю, у меня очень много знакомых народных депутатов, я говорю, слушай, вот ты нардеп, как быть, у меня средний уровень расходов, вот просто, если я ничего не делаю, семья, там, мама, кто-то еще, там, и так далее, там, 7-8 тысяч долларов в месяц. Это я буду лежать в кровати, там, или меня вообще не будет в стране, Я говорю, каким образом ты можешь зарабатывать такие деньги, будучи депутатом? Зарплата у тебя официальная, там, сколько, там, не знаю, там, столько же, ну, в гримах. Тысяча долларов, например, ну, к примеру. Вот. И они говорят, ну, как ты можешь, там, короче, они всем мутить надо. Я говорю, я не хочу идти в Раду, чтобы мутить. Я привык, как бы, я открытый человек, я не хочу, у меня никто, никаких у меня ни долгов нет, ни каких-то, там, когда вот ты вот сейчас мы с тобой разговариваем, мы с тобой просто люди, предприниматели, там, все, ты хороший человек. Как только у тебя появляется корочка депутата, ты становишься пидорасом в глазах народа, сразу. Еще ты ничего не сделал, тебя только выбрали. То есть тебе очень трудно будет, ну, так вот люди смешивают с говном всех, там, там есть хорошие ребята, нормальные, но сама система построена так, что, ну, вот это так называемый check and balances, то есть она реально, ну, как бы смешивает всех, тебе очень трудно проявить одним из 450. Я сразу сказал, что если я когда-нибудь приду к теме политических амбиций, то я буду в исполнительной власти, а не законодательной. Тогда, когда ты становишься кем-то и результаты именно твоего труда видны. Не командная какая-то история, где ты затерялся среди 450 разных людей и все смешали с говном, а где, ну, или тебя смешают с говном, или наоборот скажут, что ты чего-то умеешь достигать. Ты хорошо знаком с Михаилем Сакашвили? я очень хорошо знаком, и там на заднем, Вуди Ален еще на заднем плане. Ты имеешь ввиду Таруту, или кого-то? Да, да, в президенты тоже рвется. Значит, это, мы познакомились как раз в посольстве на Дне Независимости, на 4 июля, и я к нему подхожу, там что-то, ну, я же не был в Грузии, по сути, как бы я был гражданин Грузии все время, но не в Грузии не был. Вот как уехал, ну, я видел хорошие реформы, там, какие у меня там родственники остались, они рассказывали. Я подхожу, говорю, там, Михаил Николозов, да, все, я тебя знаю, я тебя по телеку видел, все было прикольно, он мне говорит, ну, говорит, я тебя видел по телеку, я говорю, то я тоже вас как бы видел, да, ну, мы там познакомились довольно активно, я считаю, что он талантливый, конечно, мужик, но он шоумен в большей степени, ему надо, вот ему не нужно быть в исполнительной как раз власти, он хороший пиарщик, вот, хороший политический пиарщик. Каких-то политических инициатив? Каких-то политических инициатив, его запихнули вначале, там, что-то делать, там, в Одессе, он на это купился, то есть, ну, а потом он уже стал себя вести, мне кажется, неадекватно, то есть, я в то время сразу же сказал, что нам не по пути, ну, то есть, мы с ним довольно близко общались, там, и я понял, что, ну, не по пути, потому что, ну, я по природе, ну, все предприниматели, они дуэры, надо что-то делать, а тут надо разговаривать, 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 вообще не важно, будешь ты это делать или нет, важно, что ты скажешь, и в каком месте ты скажешь, и, ну, как бы, и так далее, ну, это не, мне не близко по ценности. Ты занимался промышленным шпионажем, я в свое время слышал, был такой метод, и может, есть до сих пор, это рыться в мусоре конкурента, ну, часто выбрасывают документы, какие-то там отчеты, даже не париться об этом, то есть, был такой тренд, по-моему, в 90-х еще он начался, то есть, приходили в крупные корпорации, там, рылись в мусоре, узнавали очень много сведений, важных, нужен ли промышленный шпионаж вот всем подряд, если да, кому, и как, какие сейчас методы есть, легальные, естественно. Смотри, всем подряд, наверное, не нужен, нужно понимать, для чего ты это делаешь, ну, к примеру, я изучаю новую нишу, мне хочется, вот, я сейчас изучаю сайты авторов книг, промо-сайты самих книг и авторов книг. Ты пишешь книгу? Нет, в Америке 853 тысячи книг было выпущено в прошлом году, соответственно, как бы, каждому сайту, или автору, или книге нужен сайт, ну, довольно большой, то есть, грубо говоря, 800 тысяч сайтов можно продать, где мне важно, первое, узнать, сколько этих сайтов, второе, каким образом эти люди делают, я нахожу некие сервисы, которые направлены на этих, на эту аудиторию, и мне нужно узнать их внутренние цифры, да, я первое, что делаю, захожу в LinkedIn, и, ну, у нас здесь, если говорить, то это можно просто по резюме искать, да, и нахожу людей, которые работали раньше в этой компании, ты с ними связываешься, как бы, типа, там, ты что, а что ты там, как у них вообще там, ты говоришь, что они там, ну, у тебя уже никакой идеи, все заэкспирилось, ты можешь уже рассказывать, они там растут, там, 400 процентов в год, главный, а ты говоришь, откуда же они растут, непонятно, говорят, я думал, это маленький рынок, он говорит, да ты не, они научились очень круто рекламироваться в YouTube, и благодаря этому у них столько лидов, там, все, вот эта, вот эта информация стоит очень дорого, потому что, ты сразу экономишь огромное количество, ну, неудачных ошибок, проб, ты просто идешь, сканируешь, какие они там рекламы используют в YouTube, и у тебя сразу же, как бы, есть готовый рецепт, каким образом можно масштабироваться. На базовом уровне, что самое простое, что сделать, это найти сотрудников, которые работали, или еще работают, позвать их на собеседование, и они во время собеседования обычно тебе расскажут столько, даже больше, чем тебе нужно было. Ну, к сожалению, это наша реальность, то есть тебе сотрудник обычно может рассказать в 10 раз больше, чем ты сам нарыл, там, какими-то косвенными методами. 100% законно, вопрос, нравственно это или не нравственно, когда у тебя конкуренция, по-моему, все методы законные, хороши. Всем, кто смотрят, и просто им, что-то, что-нибудь нужно по сайту, мы можем дать какой-нибудь супер-мега дисконт с промокодом FRANCH TV. 30-40% на создание сайта дадим скидку. А для самого интересного вопроса, у меня есть книга, ну, не я написал книгу, в смысле, американская книга, которая переведена по моей рекомендации, была, я написал к ней предисловие, я могу подарить. Давид, конечно же, поставит свой автограф на этой книге, у вас будет возможность ее выиграть, и все, что нужно, это подписаться на канал FRANCH TV, включить колокольчик, поставить лайк этому видео, и написать комментарий, свой вопрос Давиду Брауну. Что вам не хватило, какие вопросы остались, пожалуйста, задавайте, друзья, и мы подведем итоги, Давид выберет лучший вопрос, и автор получит книгу с автографом Давида Брауна. А я напомню, что еще одно интересное интервью с Давидом Брауном можно посмотреть на канале наших друзей Большая Рыба. Ссылочку мы оставим вот здесь в подсказке, плюс, конечно же, будет в описании. Переходите, смотрите, подписывайтесь на канал, а под моим интервью на Большой Рыбе задавайте вопрос мне, я на него отвечу, и у вас будет возможность выиграть телефон с Samsung. Ну, на этом уже точно все. Подписывайтесь на канал FRANCH TV, увидимся с вами уже очень скоро. До встречи. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова